Эту проповедь я озаглавил таким образом. Не бойся, только веруй. Это то, в чем, я думаю, мы нуждаемся сегодня особенным образом. Мы нуждаемся в этом вообще-то всегда, но в это смутное время мы, наверное, нуждаемся в этом еще больше. И знаете, я поделил это послание на две части, как и само название проповеди. Не бойся, только веруй. И с самого начала я хотел немного поговорить о страхе, а потом поговорить о вере. И знаете, хотел бы поделиться одной такой небольшой притчей, историей, иллюстрацией, и с этого начать. Сегодняшнее послание, где говорится, о том, что один монах, который вышел со своего города и направлялся в другой город, он случайно встретил на пути чуму. И когда он увидел чуму, которая шла прямо на него, он спросил, куда она направляется. И эта чума ответила, что направляется она именно в его город, туда, откуда он идет. И знаете, эта чума поведала ему о том, что она идет в этот город для того, чтобы погубить тысячи людей. Через некоторое время, по прошествии какого-то времени, когда он вернулся в свой город, он увидел, что эта чума погубила не тысячи, а пять тысяч людей. И знаете, он встретился еще раз с этой чумой и спросил. И сказал, ты обманула меня. Ты сказала, что ты идешь за жизнями тысяч людей, а забрала пять тысяч. Тогда чума возразила и сказала, что я тебя не обманывала. Я пошла в этот город именно за тысячу и умертвила тысячу людей. А те четыре умерли со страха. Знаете, братья и сестры, сегодня я хочу вам сказать, что страх намного больше несет, скажем, в себе опасности и открывает двери для всякого рода каких-то, знаете, зараз, какого-то, знаете, урона, нежели что-либо другое. И мы не должны давать место страху. Знаете, Писание нам говорит, это 2 Тимофея 1 глава 7 стих, что Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Хочу с самого начала заметить, что о страхе, о боязни говорится, это как о духе. Сказано, не духа, страха, боязни. Страх – это дух. Это не просто чувства. Это не просто какие-то эмоции, которые просто появились и куда-то улетучились. Это дух. И сегодня этот мир, и многие люди, и даже, к сожалению, христиане, они подвержены атаке этого духа. Но я сегодня хочу, возлюбленные братья и сестры, обратиться к вам и ободрить вас и сказать о том, что нам в Господе Иисусе Христе дана власть над всякой силой вражьей. Дух страха – это дух вражий. И мы с вами имеем дух силы, и мы имеем власть над этим духом страха. Библия говорит, что это дух. И знаете, если мы дадим место духу страха, то мы потеряем, знаете, любовь, мы потеряем силу, и мы потеряем благоразумие. Как по-другому говорится о целомудрии. И знаете, я хотел бы сказать вам следующее, дорогие братья и сестры. Тогда, когда человек допускает страх, атаку этого духа в свою жизнь, знаете, Библия говорит, что в любви нет страха. И происходит что-то, что человек начинает слабеть в своей любви, когда дух страха атакует. Сила его, она иссякает, и он, знаете, в этот момент он даже не догадывается о том, какой силой он обладает. Сила парализуется в нем. Человек теряет благоразумие, как сказано о слове целомудрия в других переводах. Здравомыслие. И человек начинает, знаете, впадать в какую-то панику, то, что противоположно благоразумию и здравомыслию. Человек начинает допускать какие-то шаги, которые, ну, не совсем укладываются в просто, вот, в здравое сознание. Господь нам дал дух любви, силы и здравомыслия. знайте, мы видим, что Христос, страдая за нас, ему одели корону. Это слово сегодня популярно. И я хочу, возлюбленная церковь, сегодня вам сказать, что есть корона, которая была надета на Христа. Это был терновый венец. И Писание говорит, что проливалась кровь с его головы. Эти шипы, они ранили, они пронзались в его голову, и его святая кровь, она истекала. Знаете, это какая кровь? Это кровь, которая стекала с его головы, которая говорит о том, что наш ум, наша душа, она должна быть защищена от всякого страха, от паники, от негативных эмоций. Иисус пролил кровь для того, чтобы мы не только духовно, но и душевно были защищены. И также наше тело, оно было защищено. Господь заплатил и принес совершенную жертву. Он сделал это не наполовину, он принес ее совершенной. И сегодня, если уж и говорить о какой-то короне, то мы должны мыслить и размышлять о той короне, которая была одета на голову нашего Господа Иисуса Христа. И за нас уже заплачена цена, исходя из той короны, которая была надета на Христа, для того, чтобы мы не позволяли месту, не давали места панике и страху. Знаете, я хотел бы сказать о том, что сегодня я наблюдаю такое состояние двоякое. Наблюдается некие такие две крайности. Есть то, когда люди находятся под влиянием этого страха. Это одна крайность. Другая крайность это люди, у которых присутствует некая бравада, показная какая-то смелость, легкомысленная храбрость или какое-то дерзкое поведение. Я думаю, что и это является крайностью и то. Бог нам дал дух благоразумия. И даже в Ветхом Завете, в исходе 12 главе мы видим в 22-м и 23-м стихах, где говорится «И вы никто не выходите за двери дома своего до утра». Мы видим, что даже Господь, когда ангел-губитель должен был пройти, Господь заповедовал своему народу и сказал «Вот есть некоторое время, где вы должны поступить благоразумно и оставаться дома». Знаете, что бы было, если народ Божий не поступил бы благоразумно, не поступил бы так, как Господь велит и следовал бы этой браваде и сказал «Да ничего мне не повредит» и вышел бы внаружу тогда, когда ангел-губитель ходил по улицам. По крайней мере, это было бы не послушанием Господу, это не было бы здравомысленно. Мы не должны давать место страху, но также мы не должны терять рассудительность и здравомыслие. И знаете, Матфея 4,7 Иисус говорит о том, что мы не должны искушать Господа. Давайте не будем путать веру с тем, что называется искушением Господу. Мы должны поступать благоразумно, но при этом не давать место панике и страху. Знаете, я хотел бы процитировать вам, прочесть вам слова Мартина Лютера, которые он сказал во время бубонной чумы. Очень интересная заметка. Мартин Лютер говорит «Я попрошу Бога милостиво защитить нас, а потом буду очищать воздух, давать лекарства и принимать их. Я буду избегать мест и людей, где мое присутствие не нужно, чтобы не заразиться и так случайно не заразить других, и таким образом не привести их к смерти в результате моей халатности. Если Бог захочет взять меня, Он обязательно меня найдет, а я сделаю то, что Он ожидал от меня, и потому я не понесу ответственности ни за мою смерть, ни за смерть других». Но давайте дослушаем до конца. В конце он говорит очень интересные слова. «Однако, если мой ближний нуждается во мне, я не буду избегать ни места, ни человека, а пойду так же свободно, как писал выше». Видите, это богобоязненная вера, потому что она не дерзкая и не безрассудная, она не искушает Бога. я думаю, это правильная позиция, которая была занята. Я не буду искушать, но при этом, если появится нужда, и я увижу, что Господь призывает меня быть ответом для этого мира, посетить кого-то, молиться за кого-то, проповедовать кому-то, я не буду скован страхом, я пойду и буду там, где во мне нуждается этот мир». С одной стороны мы видим здравомыслие, с другой стороны мы видим дух силы, дух веры, который наступает на всякую силу вражью. Я думаю, в этом нуждается сегодня церковь, потому что общаясь в эти дни с разными людьми, и не только здесь, но и за пределами Америки, я вижу некоторые просто в панике и страхе, а некоторые просто у них какая-то присутствует какая-то бравада. Нам не надо ни того, ни другого. Мы должны ходить в вере и смотреть на Христа и поступать благоразумно. Мы должны помнить, возлюбленные братья и сестры, что страх является детем всякой неправды. И некогда мы жили в страхе, потому что мы были рабами греха. Мы были рабами неправды, и страх он господствовал над нами. Мы видим, что страх первый раз атаковал человека еще в Бытие 3 главе 10 стихе, где Адам обращаясь говорит, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что Янак и скрылся. Этот дух страха был высвобожден в жизнь Адама, в жизнь человека сразу же после грехопадения. Но, дорогая церковь, я сегодня хочу ободрить вас, обратиться к каждому из вас и сказать, сегодня мы не должны бояться, потому что мы праведники во Христе Иисусе. Мы не находимся под властью греха. Наши грехи, они отпущены. Господь, Он не то, что покрыл, но Своей кровью, Он уничтожил всякий грех. И мы сегодня не находимся не под властью греха, и мы сегодня не находимся не под властью страха. Страх это детище всякой неправды, а мы освобождены от всякой неправды. Мы свободны. Господь очистил нас от всякого греха. Мы возлюбленные дети нашего Отца. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. Здесь говорится о том, что Господь до конца возлюбил их. Речь идет о каждом из нас, о каждом верующем в Господа Иисуса Христа. Мы до конца возлюблены. Мне так нравится, что Господь не частично, но до конца возлюбил. Он до конца возлюбил нас. 1 Иоанна 4, 18 говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. Я хочу еще раз обращаясь к вам, дорогие, сказать, чтобы вы были утверждены на Слове Божьем и знали одно, что вы вкусили совершенную любовь, вы познали совершенную любовь. Почему используется слово именно совершенная любовь, а не просто любовь? Потому что речь идет не о человеческой любви, а о любви Агапе, любви Божественной, той любви, которую не может нам даровать ни один человек, которую даровал нам Бог. Именно эта любовь способна что сделать? Изгонять каждый страх. Сегодня люди в миру как могут друг друга проявляют друг ко другу какую-то любовь, какое-то сострадание. Это хорошо, но эта любовь не в силах изгнать страх. сегодня мир нуждается в той любви, которую мы однажды вкусили совершенной любви. Люди помогают друг другу, это классно и хорошо. Люди заботятся в это трудное время друг о друге, ободряют друг друга, но мы блаженный церковь, мы отличаемся кардинально от этого мира. И если даже в этом мире, в этот период времени, нам ни один человек не протянет руку, ни один человек не ободрит нас, ни один человек не утешит нас, мы все равно не имеем страха, потому что отсутствие страха в нашей жизни зависит не от людей, а от совершенной любви, которую мы вкусили. Будьте утверждены в этой любви во имя Иисуса Христа. стойте в этом и знаете, страх вам не принадлежит с того момента, как вы приняли Господа Иисуса Христа в свою жизнь, как своего Господа и Спасителя. А если даже он не атакует, он не имеет места, имеет место в вашей жизни совершенная любовь. Стойте в совершенной любви, возрастайте в этой любви, делитесь этой любовью, потому что мир нуждается в этой любви. Я хотел бы сказать, продолжая дальше и развивая эту мысль о том, что страх он является антонимом веры. Мы знаем с вами, что Писание говорит, что вера это ожидание, это уверенность, это ожидание. И знаете, страх, как и вера, как антоним веры, также является ожиданием. Но ожиданием не исполнения Божьих обетований, а ожиданием некой погибели. Страх это также ожидание. Когда дух страха атакует людей, у людей появляется ожидание, если они дают этому место. Но они в страхе и трепете ожидают погибели. Не исполнение Божьих обетований, об этом очень хорошо говорится в Луки 21 главе. Здесь это местописание, оно разоблачает этот дух страха. Луки 21 глава 26 стих сказано следующее. Люди будут издыхать от страха и ожидания. Слышите? Использовано слово ожидание. Там, куда приходит страх, приходит ожидание. Но ожидание бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные, сказано, поколеблются. Страх это ожидание. Вера это также ожидание. но вера это ожидание всего того, что сказал нам Бог, а не то, что диктует нам время, мир, дух страха и все то, что мы видим и слышим. Ожидания имеют все, но вопрос в другом. Сегодня мы, как церковь, мы должны сами себя протестировать в том, чтобы дать ответ на следующий вопрос. Что родило мое ожидание? Ожидания имеют все, но что является корнем моего ожидания, основой моего ожидания? Если основой моего и твоего ожидания является Слово Божье, обетование Божье, так возрастай в этом ожидании, дай место этому ожиданию в своей жизни расти настолько, чтобы это ожидание, оно отображалось на тебе, оно было слышимо из твоих уст, говори о том, что ты ожидаешь. Знаете, Писание говорит о том, что мы ожидаем второго пришествия Господа Иисуса Христа. И сказано о том, что мы должны говорить об этом, показывать то, что мы его ожидаем. Ожидание его невозможно спрятать. Какое бы оно ни было, негативное или положительное, ожидание оно говорит. Человек, который кого-то ожидает, он, знаете, он, ну, беспокоится, он ждет, он все в нем говорит о том, что он человек ожидающий. Но больше всего наше ожидание должно проявляться в наших устах, исходя из того, что мы говорим и что мы высвобождаем. Знаете, есть замечательные местописания, говорящие нам о том, как мы должны поступать. И сегодня я хотел бы вкратце коснуться нескольких еще мест касательно веры, касательно того ожидания, которое мы должны с вами иметь. Луки, 8 глава 41 стиха, это интересная история о Иаире, который был начальником синагоги, человеком уважаемым, человеком обеспеченным материально, но в его жизнь постучалась беда, такая, где ни его связи, ни его финансы, ничего не могло помочь ему в это время. 12-летний ребенок был при смерти. И мы видим, что он обратился к Господу, и Господь направился к нему домой, для того, чтобы помолиться за этого дитя. Мы видим, что в 49 стихе, если чуть дальше нам смотреть, мы видим, что когда он еще говорил это, сказано, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй. Я здесь хотел бы остановиться на некоторое время. Сегодня мы, как и Аир, слышим информацию. Нам тоже поступает какая-то информация, которая противна тому направлению, тому курсу, который мы взяли со Христом. Мы тоже слышим информацию, которая, знаете, сбивает нас с толку и похоже на то, как будто земля просто уходит из-под ног. За одно мгновение. Но мне в этой истории нравится, знаете, что? Что Христос даже не промедлил на секунду. Он не дал здесь сказать ни одного слова Иаиру. Иисус говорит следующее. Услышав это, услышал это и Иаир, услышав это Иисус. Но Иисус опередил Иаира. Здесь не сказано, что Иаир что-то сказал. Здесь сказал первым свое слово Христос. И он говорит, не бойся, только веруй. Сегодня мы, как Иаир, мы идем и направляемся со Христом туда, где, знаете, есть нужда, где есть то, в чем мы нуждаемся в Божьей помощи. Мы направляемся, идем по одному направлению вместе с Ним. И дьявол, он не спит, он хочет сбить нас с толку. Мало ситуация плохая, плюс придет еще завтра, может быть, еще хуже новость. И что мы будем делать? Либо мы остановимся на пол пути, либо мы дадим место Христу сказать в этой ситуации. Мне так нравится, что Иаир поступил мудро, Он не отреагировал первым на эти слова. Он позволил Христу сказать. И после того, как сказал Христос, Он перечить ему не стал. Он продолжил свой путь со Христом туда, куда Он направлялся, для восполнения той нужды, которая была. Знаете, возможно, сегодня мы услышали одну новость, завтра услышим новость еще хуже, как Иаир. Мы же от этого не застрахованы, как мы не были застрахованы от всего того, что уже видим. Но вопрос, кто скажет решающее слово в нашей жизни? Мы, те родственники, которые пришли, в кавычках благовестники или Христос. Для нас это хороший пример остановиться и услышать, что говорит Христос. А Он сегодня, как и тогда, говорит, не бойся, только веруй. Мы видим, конец этой истории. Мы видим, что дочка, она воскресла. Так пройдет и это время. Так пройдет и эта язва. Так пройдет и эта чума. Но я верю, что, знаете, Господь употребит это время для того, чтобы церковь, которая идет со Христом в том направлении, куда она должна идти, чтобы там мы увидели воскресение. Чтобы это не только не сбило нас с толку, но чтобы это послужило духовному воскресению кого-либо. Давайте возьмем еще один пример из Библии. Марка, 4 глава с 35 стиха. Это другая иллюстрация, где Христос говорит после собрания, обращается к ученикам и говорит следующие слова. Переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. и ветер утих, и сделалась великая тишина. Я хотел бы здесь остановиться и подчеркнуть несколько важных строк. Мне очень нравится, что 35-й стих начинается с таких слов. «Вечером того дня сказал им». Пожалуйста, подчеркните это слово «сказал». «Сказал» «Иисус сказал». И что он сказал? «Переправимся на ту сторону». Знаете, сегодня, обращаясь к вам, возлюбленные братья и сестры, я хочу сказать вам, пройдет это время, мы переправимся на ту сторону, мы достигнем всего того, что Господь желает, чтобы мы достигли. Мы переправимся, мы здесь не остановимся. Это время рано или поздно пройдет. и воля Божья будет совершена на этой земле, и воля Божья совершится в том плане, что мы должны сделать вместе с вами, как церковь. Мы переправимся на ту сторону. Но, знаете, здесь есть что-то, что меня очень привлекло, мое внимание. После этих слов, 36 стих говорит, «И они, отпустив народ, взяли его собою». Как же заблуждаемся мы иногда, как и ученики. Взяли его собою. Возлюбленные, не мы Иисуса собою куда-то берем, а Иисус нас берет собою. Почему они, знаете, не услышали того, что было сказано? Потому что они думали, что это они Христа с собой куда-то берут. Нет, дорогие, как раз таки эти бури, эти волнения, этот шторм покажет нам, кто кого собою берет. Мы иногда так наивно заблуждаемся, как и ученики. Мы думаем, мы Христа взяли с собой куда-то по жизни. Однажды один проповедник очень хорошо сказал, говорит, тогда, когда Мария, Матерь Божья, держала Христа в своих руках, она не понимала, что не она держит Христа, а этот младенец держит и ее, и весь этот мир вместе взятый. Знаете, это подобная ситуация. Ученики взяли в лодку с собой Христа. Дорогая церковь, не мы взяли Христа, Он взял нас с собой в это путешествие. И в этом путешествии, что бы ни происходило с нами, запомните, не Он с нами, а мы с Ним. Мы с Ним, Он центр, Он контролирует все. Когда они взяли Христа с собой, это говорится о том, что они контролировали. Вот к чему привел их контроль. К панике, к растерянности, погибаем. Когда Христос берет нас с собой, и мы знаем, что не мы, а Он нас взял, нету места никакому страху, и нету места никакой паники. мы в Его руках. Знаете, очень, очень интересно здесь, что сделал Иисус. Первое, что сделал Иисус, Он сказал морю. Второе, что Он сказал, Он сказал ученикам. Очень интересно, что Иисус, когда встал, проснулся, Он сначала не обратился к ученикам, Он обратился в первую очередь к морю, а потом к ученикам. Знаете, сегодня, в это время, когда мы проходим вот эти трудности, эти невзгоды, какие-то вот эти, ну, все это, то, что происходит в мире, Иисус сегодня через нас хочет обратиться к морю, ко всему тому, что происходит, вокруг нас. Мы видим, что в сороковом стихе Иисус говорит следующие слова, после обращаясь к ученикам, и сказал им, что вы так боязливы, опять речь идет о страхе, и потом говорит, как у вас нет веры, вопросительный знак. Знаете, можно вот этим ответить вопросом на вопрос Христу. Христос, да что ж творится здесь, а как нам верить в это время? Но Иисус задает вопрос и говорит, как у вас нет веры? Другими словами, я сделал все для того, чтобы у вас была вера. Что сделал Иисус? Он, возвращаясь к 35 стиху, сказал, переправимся на ту сторону. То есть Иисус сказал это слово уже, Он дал уже все то, что надо было для того, чтобы была вера. И поэтому Иисус удивленно спрашивает, как у вас нет веры? Как нет веры? Ведь я же сделал все для того, чтобы у вас была вера. Ведь я же уже сказал, что мы будем на том берегу. А если я сказал, что мы будем на том берегу, да если поднимется тут и девятый вал, то мы будем на том берегу. Потому что я это уже сказал. Как у вас нет веры? Братья, сестры, обращаюсь к вам, возлюбленные, как у нас не может быть веры. Иисус нам уже сказал, Он уже нам сказал все то, что мы должны как церковь осуществить. Мы будем на том берегу. Мы переживем этот кризис. Мы переживем все, все, все то, что происходит. И мы осуществим великое поручение Господа Иисуса Христа. Давайте прочтем дальше и просто придем к логическому завершению этой истории. 41 стих говорит, «И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Знаете, очень интересно, то с самого начала этой истории они взяли Христа с собой, а посмотрите на конец истории, они убоялись страхом великим и сказали, кто же сей? конец всего того, что сейчас происходит, это то, что церковь должна убояться Бога больше, нежели всякого вируса. Для церкви конец вот этой всей эпопеи заключается в том, что мы увидим такую крепкую руку Божью, что мы скажем? Кто же ты, Господи? Мы тебя познали по-новому, мы не видели твоего величия, так, как увидели сейчас. Возлюбленные, в этом есть большой совет для каждого из нас в Слове Божьем. Мы должны бояться Бога больше, нежели всего того, что происходит. вокруг нас. Тогда мы будем непоколебимы. Тогда мы пройдем все. И следующее, что я хочу сказать, это то, что вера, она приходит от слышания, но вера работает тогда, когда мы говорим. Мы не только должны понять, что мы слышим, мы должны быть внимательны также к тому, о что мы говорим. Иисус не только сказал ученикам, но Он потом сказал и морю. Я думаю, что в этой истории должно было быть следующим образом. Иисус сказал ученикам, а ученики сказали морю. но это был урок для учеников, что Иисус должен говорить только с самого начала, потому что Библия говорит, в начале было слово. Иисус сказал ученикам, а концовка этой истории в идеале должна была быть следующей. А ученики, когда Иисус спал, не должны были будить Иисуса, а должны были сами сказать морю. Возлюбленные, давайте будем твердо держаться тех обетований, которые нам даны. Давайте будем понимать, кто мы во Христе. Во Христе мы не будильник, мы сыны Божьи, имеющие власть. Наше призвание, это не призвание будильника, будить Иисуса. Наше призвание, это то, что Он уже нам сказал, сказать морю, сказать вирусу, сказать кризису, сказать всем несгодам вместе взятым. Вот это есть наше призвание. Иоанна 8, 26. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру. Подчеркните, пожалуйста, то, что слышал от Него, то и говорю. Возлюбленные братья и сестры, пусть наши уста не только сейчас, а вообще в жизни говорят то, что мы слышим от Него. не то, что мы слышим от мира, не то, что мы слышим от новостей, не то, что мы слышим от людей, охваченных паникой и страхом. Давайте будем слышать от Бога. И то, что мы слышим от Него, давайте то и будем говорить не только себе, не только нашим семьям, но и миру. Аминь. Давайте помолимся. Господь Бог всемогущий, мы благодарим Тебя и воздаем Тебе всю славу и честь за это время. Господь, и мы знаем, что все находится под Твоим контролем. Мы сегодня берем власть и просто сокрушаем именем Иисуса Христа всякий дух страха и боязни и просто высвобождаем над церковью дух любви, дух силы и благоразумия. Пусть это царит в наших умах, в наших сердцах во имя Иисуса, в наших домах и внутри нас. Мы благодарим Тебя и славим за то, что мы перейдем на тот берег вместе с Тобой. слава Тебе, честь и хвала. Аминь.